Итак, коллеги, всем доброе утро, с вами Киев Финанс, брокер, меня зовут Дмитрий Шагардин. Я представляю вашему вниманию нашу традиционную утреннюю дебрифинг эспрессо. За 20 минут до открытия торгов в Москве мы обсуждаем текущую ситуацию на глобальных финансовых рынках и формируем наши ожидания перед открытием торгов на московской фондовой бирже. Буду перемещаться к рабочему столу, к терминалу Bloomberg и мы начнем. Американские рынки вчера стартанули достаточно на низкой базе и утром потери были достаточно серьезными по американскому фондовому индексу, но вот к вечеру увидите, точнее уже к закрытию торгов в Нью-Йорке ситуация несколько выправилась и в результате индекс S&P500 после потерь почти на процент закрыл день в нуле. В общем, выкупили вчера американский рынок благополучно и это, наверное, неплохо. Европейская история вчера была раскрашена в ярко-алые цвета. Минус 2,6% потерял вчера сводный индекс крупнейших европейских компаний. Европа по индексу Евростокс 50 теряет с начала года 8%. В лидерах падения сейчас находится Франция, сменила немцев на этом посту. Вчера были очень мощные распродажи в Греции на фоне, собственно, политического некоторого кризиса, необходимости проведения президентских выборов. Там речь идет. И, в общем, некий политический кризис разразился сейчас в Греции. Ну, в общем, рынки европейские вчера уехали вниз и закрылись на минимумах дневных. Индекс РТС потерял 1,5%, 857 пунктов. Видите, как трехзначное число, очень просто, быстро можно его называть. И по индексу РТС минус 40% с начала года. Российский рынок, напомню, самый худший в мире в 2014 году. Ну, естественно, мы смотрим в долларах, если сравниваем. Потому что рублевая доходность, в принципе, на этом рынке сейчас никого не интересует, по большому счету. Сегодня утром на детской сессии настроения разнонаправленные. Японские некие теряют 2,2% достаточно мощной продажи. Китай после вчерашнего резкого пролива откупает. Сегодня рост на 2,7% китайский фондовый рынок один из лучших. В 2014 году в долларовом эквиваленте вырос на 35%. Южная Корея минус 0,3%. Сегодня утром Австралия минус 0,5%. Австралийский фондовый индекс, кстати, минус 8% с начала года в валюте. Индия – это еще один перформер 2014 года. Он, как и Китай, является одним из лучших по динамике фондового индекса. В долларовом эквиваленте плюс 31% по индексу индийскому. Вы все прекрасно помните, были выборы президента в Индии. Пришла новая власть с надеждой на структурные реформы, на привлечение инвестиций и так далее. В общем, все благодаря... Все сложилось в пользу Индии в этом году. Плюс падающие цены на нефть. Благополученные экономики сказываются, потому что доля импорта сырья в торговом балансе Китая достаточно существенная. В общем, настроение сегодня утром на Азии явно смешанное. Кто-то сильно падает, кто-то сильно растет. Здесь однозначная картина у нас не сформирована. Фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых отметок после вчерашних флуктуаций. Фьючерсы на британской Фути пока не вижу. Ничего не торгуются, данные за вчерашний день. Поэтому здесь ничего сказать про Европу сейчас, к сожалению, не могу. Ну, в общем, фьючерсы на американские индексы спокойно себя чувствуют. И каких-то там сильных изменений не вижу я. Неприятный сюрприз у нас на рынке сырьевом, потому что нефть у нас по нефтемарке Brent падает на процент практически сегодня. Как и российский индекс РТС, нефть Brent в валюте с начала года минус 40%. Там вообще идентичная динамика практически. Текущие котировки по Brent у 66,2. 0,2 доллара за баррель. Нефть падает на заявление рано о том, что планируют нарастить добычу нефти. Такая, в контраре, такая ситуация получилась. Золото вчера очень хорошо стрельнуло в 1236 пунктов, ой, долларов за тройскую унцию, плюс 3% с начала года. Ну, по золоту, в общем, здесь то, о чем мы с вами говорили, такое некое подобие ралли, бычьего ралли на медвежьем рынке. Золото отскакивает, минимум были на, там, в районе 1150 долларов за тройскую унцию, там, чуть пониже. Ну, вот сейчас отскок, отскок может продлиться, на мой взгляд, до отметки, там, 1350 долларов за тройскую унцию, откуда его снова будем благополучно и хорошо очень шортить. Вот, поэтому пока ждем отскока по золоту для того, чтобы перезайти снова и отправить его в район 1000 или 900 долларов за тройскую унцию в перспективе. На ситуационно-валютном рынке по валютам Emerging Markets выглядит следующим образом. Против американского доллара сейчас вроде как валюты даже укрепляются. Российский рубль сейчас показывает отметку 54.1675, это tomorrow. С расчетами на завтра российский рубль укрепляется против доллара на 0,13% с утра, несмотря на нисходящую динамику в ценах на нефть. Вот такая вот интересная картина. Ну, в целом, так достаточно спокойно все и неплохо вроде как выглядит для открытия торгов в Москве сегодня утром. По экономическому календарю выходила статистика в Китае сегодня в 4 утра 30 минут данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей. Дефляционные настроения в Китае усиливаются. Цены производителей в ноябре упали на 2,7% против ожидания падения на 2,4%. В общем, это усиление дефляции, это плохой знак, безусловно. CPI, то есть Consumer Price Index, индекс потребительских цен в Китае в ноябре показал значение в 1,4%. Напомню, что Народный банк Китая таргетирует инфляцию на уровне 4%. И, собственно, существенно ниже таргета находится индекс потребительских цен. Все это указывает на усиление дефляционных настроений. Все это указывает на то, что Народный банк Китая, вероятно, будет проводить мягкую монетарную политику с тем, чтобы инфляцию как-то поддержать и вывести на уровни по таргету. Так что я не удивлен тому, что китайский рынок один из лучших в 2014 году, созданы все условия, мягкая монетарная политика, рост экономики умеренные. Ну, в общем, так дела нормально. Но в целом для глобальной экономики, напомню, что ключевая проблема глобальной экономики – это дефляция. Ведущие все центробанки мировые сейчас борются с дефляцией. У нас лишь одна страна в мире, которая сейчас активно борется с инфляцией – это наша родная Россия. 11-го числа, то есть завтра, состоится заседание Банка России, на котором, как ожидает рынок, ключевая процентная ставка будет очень существенно повышена. Сейчас ключевая процентная ставка – это ставка по недельному репо составляет 9,5%. Рынок ждет, ну, я тоже на самом деле жду того, что может быть очень существенным повышение процентной ставки вплоть до 12%. То есть сразу на 200 базистых пунктов, может, там на 100-200 базистых пунктов я не исключаю. Об этом говорит нам сейчас на самом деле рынок долговой российский, облигации под мощнейшим давлением. Распродажи мы видели сами в последние дни, сразу после выступления Путина, с посланием президенту на рынке посыпалось абсолютно все. Евробанды, банды, рынок акций, все сложилось просто. Вот, поэтому сейчас в преддверии заседания Банка России настроения такие панические, и, видимо, АЦБ будет ставку повышать с тем, чтобы как-то там дело спасать. Вот, поэтому это ключевое событие завтрашнего дня, рынок будет к этому сегодня готовиться, поэтому тут, в общем, аккуратней. Отвлекся я текущего дня, в 10.45 промышленное производство Франции будет опубликовано данные за октябрь. Что еще здесь такого интересного? Да, в общем, да, и все, больше ничего интересного сегодня публиковаться не будет, поэтому там особо, в общем, заморачиваться не стоит. Я думаю, тут внутренние российские истории будут большую роль сегодня играть, а именно ситуация перед заседанием Банка России. С точки зрения сегодняшних событий на фронте российском, Владимир Путин с поездкой в Узбекистан сегодня будет там встречаться с президентом Каримовым. Интересное событие сегодня, премьер-министр России Владимир Медведев будет выступать на телевидении, видимо, отвечать на острые вопросы. И, в общем, будем внимательно слушать господина Медведева сегодня. Сергей Швецов и Ксения Юдаева, это представители Центрального банка России, выступать будут на финансовом форуме, тоже могут чего сказать по монетарной политике ЦБ. И компания «Магнит» отчитается по продажам за ноябрь месяц. Ну, в общем, вот такой сегодня денек интересный. Думаю, что частично может на рынок повлиять выступление Медведева, ну и какие-то заявления представителей ЦБ, конечно. Вот поэтому, думаю, фокусироваться рынок будет на завершенном заседании. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что некоторые локальные, локальное одно некоторое по рынку российскому мы нашли сейчас. И возможность для некоторого отскока сейчас, безусловно, существует какого-то краткосрочного. Вот, поэтому посмотрим, посмотрим по индексу РТС. Вот индикаторы сантимента на ваших экранах. Это количество акций торгуемых выше 20-дневной средней, 50-дневной средней и 200-дневной средней в месяц. Так, что касается динамики по месяцу, то сейчас всего лишь 10 компаний из индекса РТС торгуются выше отметки в 20-дневной средней. Средний за месяц, в принципе, ниже уровня одного стандартного отклонения сейчас находится показатель за последние несколько лет. Это такой признак локальной перепроданности индекса РТС, но, в принципе, сквизануть еще не смогут, конечно. Что касается динамики по относительно 50-дневки, то здесь 19 компаний из индекса РТС ниже находятся, точнее выше находятся 50-дневной средней. Это примерно среднее значение с 2012 года. Здесь какого-то явного перепроданности я не вижу. И что касается 200-дневки, то здесь тоже, в общем-то, на неких средних уровнях находится сейчас показатель. Поэтому локально, да, локально, отскок может быть. Что касается динамики на ближайшую, может, неделю, то тут пока еще, наверное, не все окончательно ясно и сформированы сигналы. Но предпосылки для формирования такой хорошей перепродности существуют. Ну, хорошая перепродность действительно была у нас в марте месяце. Вот на графике это очень хорошо видно. Я там зеленые квадратики выделил, когда действительно все абсолютно индикаторы сантимента показали, что мы приехали. Что действительно локальное дно, очень мощные резкие распродажи и действительно там сформировалось локальное дно. И хорошая картина была, мы с вами активно обсуждали это в июне-июле месяце, когда индекс стоял на хаях в течение двух месяцев. Тоже были локальные перепродности и рынок достаточно быстро потом в июле уже эту перепродность снимал. Сейчас картина, несмотря на то, что индекс РТ существенно ниже уровней даже мартовских, такой перепродности пока не видно. Лишь видны какие-то локальные движения. Вот такая картинка сейчас складывается по российскому индексу РТС. На этом мы будем завершать наше утреннее мероприятие. Всем большое спасибо за внимание. Торги, я надеюсь, начнутся вблизи нулевых отметок. Ну, еще раз повторюсь, сейчас ситуация на рынке очень напряженная. Закрутили гайки банком. Банки распродают все, что могут. Продают фронтальные акции, продают облигации, продают евробанды. Сейчас действительно очень непростая ситуация на рынке. Она чем-то похожа на 2008 год по характеру. Но источники и причины совершенно иные сейчас. Поэтому следим за ситуацией очень аккуратно. И, в общем, будем аккуратно вместе. На этом мы завершаем наше мероприятие. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч.